всем привет с вами андрей у нас рыцари бумаги и пера 3 части собственно я хотел вкратце вам рассказать что из себя игра представляет ну по крайней мере насколько я смог понять и если не ошибаюсь у меня сегодня будет новый класс заодно вам его и показать за авто вход скажем так в игру у меня включился за сильней собственно загружается долго достаточно вот она загрузила у нас собственно вход заходит в таверну на собственно новый класс это лич можно будет посмотреть на досуге а лично ступен для мема он говорит собственно у нас баф заходим marketplace заходим вот сюда берем бесплатную 150 энергии для партия восстанавливает склянка собственно вот полечу это собственно и ежедневное проживание тут раз 8 часов он не вперед всегда мусор дает но собственно лечь он получается наносит дамаг и восстанавливает всем членам партия 10 процентов здоровья неплохо в целом это судя по всему на врагов накидывает что-то но нам опять же нам не вне к чему его накидывать поэтому динамо особо лечь пока не нужно свечом будем разбираться чуть позже собственно что вы имели представление о том что убить у меня я прокачал собственно немножко городок у меня я взял баб на деньги на 30 монет нужно посмотреть рекламу самой игре для того чтобы баф активировался на практически 40 минут лет а при одном я зачистил данж первого уровня при обновлении данжи мне собственно мало того что всех мобов риснули то есть я прокачал даже на 3 уровне не всех мобов риснули и вот я на шестом этаже остановился я не могу пробить тролли который нас просто весь отряд ваншотает по персонажам у нас 18 уровень и остальные 17 по экипировке у нас сейчас я вам покажу я в основном все серое снаряжение вот у меня вот только три предмета зеленых все остальные серые я пока лучше ничего не нашел ну что давайте пора пробежимся по сюжету для того чтобы иметь представление бы я собственно чтобы тоже продвигался на форме у них и количество золота это 76000 передвижение стоит за золотом собственно когда вы заходите за воду в границу так называемая стена которая над нами с правой стороны на два часа примерно вы находите у вас теперь движение становится платная а в пределах вот этой вот ну собственно за стеной так называемая в пределах здесь вот трех клеток собственно леса и портала который под лесом находится с правой стороны это тут бесплатное передвижение собственно получается зеркало на себя касту точнее он кастует его на врагов ничего даже не понимаю какой смысл доставать на врагов ну а чтобы вы понимали это один из самых редких предметов которые вообще можно найти по крайней мере для меня в моем случае я его очень редко вижу это арба я по крайней мере и пока не вставлял но все орбы вставляются слоты под камни берем квест обязательно у нас есть местоположение нету эти по прочитаем еще раз нужно можно идти в портал и побить собственно мобов выбить из них арбов давайте подъем в портале мобов заодно в портале мобы 13 уровня то есть они моего уровня на они изначально были низкого уровня там 3 5 а сейчас портале мобы подросли обратите внимание они стали она тут час 4 уровень нам это вопросе повезло но у меня боба почему-то грейданулись когда я играл и они стали моего 13 уровня в портале я от них просто сваливал просто невозможно было их бить у них там по 3000 хп а наши мобы они вообще ну скажем так урона не наносит столько почему тролли жестокий в подземелье потому что я тупо не могу не у тролля чтобы вы понимали в подземелье 4000 хп на шестом этаже моет и он бьет по 700 примерно чтобы вы понимали здоровье моих персонажей этот 1000 танка 900 на шамане 700 на рога 700 маг и 1800 на клерике то есть ну для меня вот эти 700 удар это прямо все это давай до свидания по весь отряд у меня уроки есть способности повара он делает бафа собственно эти бафы позволяют мне в бафать свой отряд иногда это очень сильно решает это усиливает удары собственно вот это вот задний отряд это маг он нас кастует своим массовой магией все остальные милишники кроме жуками жук собственно он тоже маг так он очень долго готовится поэтому жука нужно сливать в первую очередь потом сливать мага жук упал моя задача пробежаться вместе с вами по сюжету без вас по сюжету не бегаю я чисто с вами по сюжету чтобы мне как и вам было интересно собственно нам нужно вот это вот мороженое выбить судя по всему поэтому будем его вытряхивать по способностям явно не показал у меня собственно способности 9 9 блок 9 а пассивка на танке стоит довольно ахилка на 9 9 получается баф и 9 бак степ и седьмое фури также стоит у меня получается зеркало и огненный шар тоже 9 уровня 4 у меня стоит блэс блэс это снятие дебафов ну как сказать увеличение вероятности снятия дебафов с ваших персонажей с помощью этого блэса но они нам ничего не сделают они 5 уровня мы 18 только я показывал поэтому они ни хрена не делают чтобы прокачать свои скиллы собственно нам нужно использовать книги которые вот в этой вот лавке продаются они вот у 7 9 5 уровня и собственно до этого уровня можно качать книги девятой книги можно качать девятый уровень но не выше девятого уровня чтобы прокачать выше нужно иметь отдельную книгу и так далее нам подсказывают то что у нас загрейгилась экипировка если я правильно вижу да броня кастера загрейгили и и давайте прокачаем себе экипировку еще я в частности хотел бы прокачать уроки их вот этот флуре все на форумах которые читал по игре собственно рыцари бумаги пера треть часть рекомендуют именно эту способность уроки качать потому что она бьет массой она в общем самое лучшее очень много дамага наносит вот поэтому хотелось бы ее олицезреть также можно принципе прокачать ему блэс либо у меня очень быстро ваншотают мага чтобы у него шо при можно поставить зеркало либо поставить миссы по не помогла давайте в этот раз прокачаем блэс на единичку у меня еще плюс один уровень есть собственно 5-6 не знаю в принципе как вариант можно на самом деле спе тут в википедии в самой игре нету поэтому в просто очень сложно проходить но факт остается фактом давайте маму дадим пускай будет наша задача выбить собственно квестовые мпс и которые нам нужны с грибками большинстве случаев отображаются поэтому наша задача просто с них по золотать предмета использую фурия она у нас девятого уровня урон достаточно большой нужно быть особенно если мы под бафом то вообще урон ов-в-вон он будет минус 500 на маги скрипта ну вот опять же он сладость дропнул я думаю бафа цена текущий уровень нет смысла нас кидают в сон но мы устояли перед сном моба здесь почему-то опустился у них уровень нам единственно нужно быть вместе с вами лича хотя бы до пятого уровня докачать посмотреть его плюс-минус кидают смотрите в бою но это мы чуть позже сделаем либо в другом выпуске посмотрим как пойдет нам нужно коньки собственно бар ну вот это так называемая сладость на 4 можно что удобно можно посмотреть мобов сразу и сразу нажимать и курицу чтобы отступить потому что но если вы понимаете что вы не вывезете лучше сразу отступать потому что лучше сохранить отряд потому что на моем уровне на восемнадцатом семнадцатом респаун стоит порядка 1450 монет за одного персонажа респаун мог бы если вы воскресить их в бою они упадут после боя собаку то в этом вопросе конечно реализовано смешно но этим оба нам ничего не сделку что они слишком дохлые из них ничего особо не падает кроме квестовых предметов чтобы я вам что-то падало вам нужно качать собственно в городе строение чем больше вы строение в городе прокачаете тем больше собственно вероятность того что вам что-то выпадет опять же вам не упадет если мы оба слишком слабые как например вот эти они видите то есть 6 4 же 6 но 9 4 уровень но это слишком дохлый мог бы видите свиток все-таки упал авокадо это вообще сомнительно но она чистый квестовый предмет я ее собираю часы для квестов но свиток аншанты н полвер биопоинт собственно усиление оружия для следующей атаки неплохая вещь но я ее собственно ловил об роге фокус рефлекс неплохо фокус хорошо рефлекс это защитный фокус это чисто в dd усиление критов и так далее на усиление защиты давайте мага тоже апнем мага минт и вилл от хорошо минт это у нас получается усиление спелл пауэр также магические силы а вилл это у нас получается усилением маг потенциала мага то есть у него больше манных запасе будет давайте уберем авокадо того чтобы она нам мешала как видите тут немножко нам авокадо подкинули но собственно candy bar тоже присутствует три штуки нам нужно еще один candy bar собрать я просто хочу заторгу забрать который там дают за квест арба просто чтобы вы понимали по квестам вообще по вот таким вот дохленьким очень очень редкая поэтому мне что говоря удивительно то что ее здесь поставили где взять снаряжение но в большинстве случаев я беру его с с магазина со стартовая по крайней мере скрип с магазина также принципе можно и дальше набирать с магазина очень редко падает с мобов снаряжение от слова совсем а если и падает то там кинет расходники наподобие слитков как вы видели наносим урон фури чтобы быстрее потушить этот ребят вот собственно мороженое выпало на выпало слиток и добираем последний слиток он используется для улучшения вашей экипировки собственно этот называемый серый на тысячу опыта собственно candy bar у нас максимальный поэтому наш квест закончен нам нужно нам говорят то что надо вернуться и отдать а что касаемо арбы и которую мы сейчас получим по квесту у археолога вот она вставляется в слот с оружием я по крайней мере еще не вставлял я все-таки надеюсь что нам ее на в каком снаряжении она вставляется вот в этом вот снаряжение фарга вот весь должна быть у вас пустой слот вот он здесь вот присутствует вот он вы его выбираете отсюда у торба и вот 25 дамаг собственно впихивается она но опять же непонятно но я думаю зеленая она достаточно слабовато поэтому и стоимость и 4000 а здесь она усиливает ваше оружие на думаю серого себя уже усиливать нет смысла вот только зелененькая можно было бы усилить с помощью синих предметов но у меня сейчас с собой нету ли то что вам показать я сейчас покажу в этом в инвентаре убираем арбу пока и выбираем слиток у меня слитков уже много на капец вот этот предмет которые с помощью которого можно было усиливать только что я об этом говорил показывал нам подскажу что щит прокачался но я выбил щит из мобов он в продаже его не было я его выбил из мобов и собственно тут цен вообще космические вот смотрите три часа респаун собственно но за рубины мы не берем потому что но это слишком много ну вот не утверждение вот это вот предмет нравится он прямо шикарно чтобы вы понимали это предмет на маг потенциал то есть если отдать его могу это примерно 35000 маг просто будет скажем так очень много урона вносить в одну цель он правда мак у него с пушом урон идет но все таки давайте про прожмем еще посмотрим может что еще тут на есть просто арба это прям очень редкий предмет что вы понимали он я первый раз сколько я вот играю получается семь дней я первый раз увидел эту арбу затем у нас квест на на респаун этот то есть мы сейчас мы вернемся в ту же локацию заодно золотаем монетки я стараюсь не пересчитывать потому что квеста всех плюс-минус однообразные особенно когда вы их уже раз по 50 прошли вот поэтому давайте основной сюжет пробежим нам за и за него дадут плюс четыре фокуса фокус это хорошо это можно роги отдать либо отдать нашему магу также можно танку отдать она ему физзащиту тоже поднимет что касаемо склянки склянка слабовато на тысячу энергии для всех членов пати но в принципе он неплохо плюс тут самое важное то собственно кристаллы сюжет они тут между собой говорят то что нам нужно будет идти на черный рынок давайте вместе с вами дает доберет доберемся до черного рынка когда они закончат бугнить на самом деле я всегда выбираю первый вариант то что я особо не заморачиваюсь с чтением бх это один из тех мобов с которыми постоянно будем драться по крайней мере в таким вот отрядом против него был постоянно драться против него очень тяжело драться у нее он вешает отражение а точнее не он вешает а лучник держит отражение это вообще какой-то электричество впихнул на самом деле нам не страшно его урон потому что она нам в целом все равно на него тут самое главное слить очень быстро бх потому что бх будет танковать урон и получается что вы понимали номер один сейчас это хиллер у них номер два это рога номер семь это танк номер восемь это у них д д д хантер вот поэтому я ухожу в астрал для того чтобы они на меня не атаковали он собственно вешает блэс на нас нам нужно будет урога ушел в инвиз мы восстанавливаем магию союзнику и уху бабах им все тоже на рога блэснулся то есть они сейчас будут снимать себя все дебафы давайте тоже было с ним все чтобы снять вверх нам и видите нам не повезло у нас уроки и вот у нас у получается у нашего мага есть способность которая снимает рандомный один дебаф и накладывает рандомный один баф она работает на его ход в основном что очень-очень интересно убили мага точнее хила убили наша задача слить их д д как можно быстрее потому что если мы д д д не сольем они нам очень больно будут лицом бить он кастует хури то есть это масса гор а этот кидает метку метка из-за этой говно метки которая у него здесь присутствует что вы понимали я играл персонажем смерть против метки у него 32 шанс то есть мы теперь можем бить только руками потому что из-за метки мы своих персонажей будем просто бить вот что такое антитаун тут конечно интересно убили их танка нам дали деф проблема в том что из-за метки мы не можем собственно стрелять по себе метка не снимается по крайне мере моими персонажами она и не снимается от этот метка на 32 шанс вы получается будете атаковать союзников если будете кастовать скиллами если будете бить руками вы не будете атаковать союзников По крайней мере, вот видите, все равно атаковал союзника, хотя бил руками. Просто у меня очень сильные скиллы, они под 1000-2000 урона. Вот видите, опять не повезло, Манго его постоянно бьют. Из-за вот этой вот несчастной метки, которую он никак снять не может. Видите, дебаф снимается с танка. Ну вот видите, да, мы бьем своего, вместо того, чтобы бить этого лучника несчастного. Это штамп шанс 32%, это я вам покажу чуть позже, если не забуду. У него есть эта способность. УБХ. Поэтому не УБХ, а вот именно у Хантера, так называемого Охотника. Они тут между собой разговаривают, но особо, сюжет особо не даваться, нет смысла. Он у нас попросил 200 золотых, мы ему отдали, пускай он ползет. Собственно, двигаемся на черный рынок, это 1200 по монетам, 250. На нас засада, на нас напали мобы текущей локации. Давайте посмотрим сразу, какое они сила. Это достаточно сильный, но бы десятый тир. Но не самые сильные, они, видите, они тоненькие. Мы их можем раздамажить очень быстро. В идеале, конечно, бафнуться. Давайте так, наверное, сделаем. Массагр на три цели, для того, чтобы они атаковали танка. Хилим кампанию наших наборов. Эти лучники имеют свойство сосать ману. Тем самым у вашего персонажа просто закончится ману очень быстро, если вы не срежете лучника. Поэтому лучше как можно быстрее срезать лучника, чтобы он из вас не высасывал магию. Если вы играете против них, по крайней мере, вот именно гоблинских лучников, так называемых арчеров, вам их нужно как можно быстрее сбрить. Двигаемся дальше. Намеряка засада будет еще одна. Я больше, чем уверен. Нет, смотрите, нам повезло. Собственно, мы прибыли. Нам засчитали КВС, дали, собственно, гемы, дали фокус и дали склянку на энергию. Хорошо. Наш, собственно, рог апнулся. У него фокус и рефлекс. Такое чувство, что он уже апался. Ну ладно. Чтобы вы понимали, что такое фокус дает вообще, как вариант, можно было бы снять магию сейчас. Ну, как вы видите, предметы дублятся. Кстати говоря, дублятся предметы, потому что у меня идет этот, собственно, стриг. То есть, если 100%, они будут на 100%. Ну, у меня и так, собственно, и так сейчас 100% идет. А вот потом будет 200%, это когда мы, собственно, больше 7 дней будем, получается, или ближе к 8. Ближе к... Соответственно, предметы будут чуть ли не утройняться, что ли у четырнятся. В общем, они будут увеличиваться. Ну, собственно, это фокус. А это у нас что? Давайте посмотрим, что это. Это у нас скорость. Я думаю, надо снять эту скорость. Давайте посмотрим, что дает вообще фокус. Чтобы вы понимали. Смотрим на ее Dev Creed 216, 330 и 244. Одеваем ей, собственно, вот эту склянку. Фокус на плюс 4. А теперь смотрим. 280, 344, 240. Ну, вот. В общем, отцена, фокус бафает ее. Единственное, неудобно сделано, то, что нужно по 300 раз нажимать на одну и ту же кнопку. Вот, например, по криту 240, снимаем фокус. Например, одеваем скорость. И смотрим еще раз крит. Собственно, 216. То есть, видите, да? Дев 244. Дай. 280. То есть, это очень сильно бафает. 344, собственно. Был до этого 244. То есть, в теории можно дать еще магу эту. Посмотрим, что это у нас за экипировка. А у нас spell power. Spell power лучше будет. А это у нас что? Это у нас 4 магическая сила. Ну, 4 магическая сила, в принципе, можно у мага забрать. У него и так 700 маны. А вот ему усиление spell power дать. Потому что у меня периодически падает маг. Роги отдать, собственно, эту книгу. Чтобы вы понимали, это только 80 энергии. Смотрим, сколько сейчас у Роги. 504 магическая сила. Переодеваем, собственно, книгу. У Роги 524. Ну, не сильно много, но все же чуть больше. Собственно, шапочка из фольги это сопротивление контролю, которая одета на Роги. Первый предмет. Вот этот вот. Вас белый маг будет контролить. Поэтому очень важно, чтобы вас не законтролил он. Собственно, давайте поменяем. гемы, чтобы они нам не мешали. Шаману, в принципе, можно было бы отдать скорость, но шаману очень важна магия. Что касаемо боксерского шлема, это сопротивление стану. Точнее сказать, иммунитет, если быть точным. У меня закончился баф на... практически. Давайте расщепим эти два предмета, чтобы они нам не мешали. Ну, 80 маны нам погоду не сделает. У меня 4, собственно, гемы идет. А второй предмет это у нас на скорость. Ну, плюс там сколько? 3 скорость, погода тоже не сделает. Все гемы, собственно, убираем, чтобы они нам не мешали. Да и они, скажем так, не самые... Я, видимо, чтобы не то расщепил, да? Блин. А, нет, видимо, из этого у кого-то еще. Нет, видимо, еще. Нам нужно еще, значит, расщепить. У кого-то я, видимо, скрысил. Видимо, давайте посмотрим еще раз, повнимательнее. Ну, не, у него все на месте. Убираем, собственно, гемы в наш склад. У нас на 10 уровне. У нас 10 слитков. Каждый слиток по 1000, напомню. А, собственно, эти... Я, считаю, даже не помню, сколько они дают. Но они чуть больше должны давать. Давайте дальше двигаться по квестам. 46 секунд. Ну, скажем честно, этот кинжал слабоват. У меня он дропался. Ну, факт в том, что само наличие, конечно, кинжала это радует. Кинжал очень слабый. Склянка на 150 хп. Это прям тоже очень дохло. Но это продвижение по сюжету, поэтому мы в любом случае про него двигаемся. Он спрашивает, какие у тебя есть вопросы. Ну, давайте по порядку начнем. Я, честно говоря, особо не выдаюсь в сюжет, потому что мне больше интересна боевка. Ну, он, по сути говоря, расскажет большую часть. Вот это вот, кстати говоря, МПС, который в гильдии отдает вам предметы. Если прокачать гильдии, то он наверняка будет более дорогие предметы отдавать. Которые раз в 8 часов у него нападают. Ну, недалекую я вот этих балабулов. Очень-очень много они говорят. Я понимаю, что сюжет это интересная составляющая, но мне нечто, наверное, особо она интригует. Много текста. Как вы помните, ну, давайте по порядку начнем. Ну, собственно, два гема мы получили, два дайгера и 20 дисклянки. Как я и говорил, у нас Х2, потому что у нас этот стрик идет. Что, скорее всего. Давайте расщепим их сразу, чтобы они не освещали. Эти два дайгера. Два дайгера, что вы понимали, они дают физу. Физу и крит урон. Но у нас есть предметы лучшие, они уже прокачаны, поэтому для нас они бесполезны. Оба причем. Дальше по квестам. Нам дадут авокадо. Давайте. Основной сюжет нужно пробегать, поэтому давайте его пробежим. Там просто, я чуть дальше проходил, там были, по крайней мере, в прошлых версиях, хорошие предметы по сюжету. Ну, два авокадо это чистый предмет для квеста, потому что он очень мало бафов дает. Что вы имели представление, сейчас вам покажу. Вот он, собственно, здесь. А, я его не показываю. Но, факт в том, что там около 300, что ли, 400 бафов восстановления, то есть ничем особо примечательно. Ну, собственно, у меня руины храма откатились. Я думаю, надо будет сейчас бафнуться вне видео. И мы нам продолжим тогда в следующем выпуске. Гиря, кстати говоря, гиря полезная. Весь для роги, она будет шикарна. Ну, стекло, она чисто квеста, например, она плюс сила, это плюс урон для роги. Ладно, я думаю, мы пока вместе с вами временно закончим. Я пока заодно еще бафнусь. Ладно, всем спасибо за просмотр. С вами был Анастасия.